Музыка Уважаемые коллеги, ни один серьезный вопрос мы не можем рассматривать без послания президента. Исполняется почти год, когда прозвучали слова, которые вдохнули в нас уверенных, что можно обновить курс, сформировать сильную команду и вырывать на путь созидания и развития. Цитирую вам, он сказал, что в стране крайне необходим рывок, рывок в качестве жизни граждан, рывок в модернизации экономики и инфраструктуры, рывок в совершенствовании государственного управления. Мы должны войти в пятерку самых развитых стран, мы должны выйти на мировые темпы развития, они сейчас 3,5%, и мы должны победить бедность. Народ, честно говоря, вздохнул, он давно ожидал такого обращения и был вдохновлен тем, что есть общее дело, которым займутся все партии, деловые люди и все производственные коллективы. Здесь, когда президент представлял Медведева, мы за Медведева не голосовали, как и за Кудрина, здесь я выступаю, я сказал, для того, чтобы выполнить ваше прямое поручение, обязательство перед гражданом страны, надо добавить к бюджету минимум 10 триллионов, он должен быть 25 триллионов. Президент не возражал, с Медведевым после долгого спора сошлись на том, что они найдут 8 триллионов, и я полагал, что мы займемся всерьез этой работой. Когда пришел господин Сулуанов, нам развернул бюджетные наметки на ближайшее время, они оказывают сокращение на экономику 17%, социалку примерно столько же, а на ЖКХ почти треть. Я тогда сказал, каким образом мы будем выполнять стратегические установки? Ответа не последовало. В этой связи сразу возникает вопрос, каким образом можно иначе решить эту проблему? Я считаю, тот закон, это не пенсионный закон, это закон об отсталости страны, закон самый жестокий и циничный, который вносился в эту Думу последние 25 лет. Да кто же герои и жертвы решительного прорыва, которого потребовал президент, согласилась нация? Я полагал, что президент соберет у себя миллиардеров и миллионеров, олигархов, они сегодня аккумулировали 90% национального богатства и за прошлый год увеличили свои капиталы на 25 миллиардов долларов. И скажет, друзья, надо поделиться, давайте платить полноценные налоги, так как платят в Америке, в Германии или в Китае. Этого не последовало, боятся тронуть эту священную корову. Я был уверен, что Медведев соберет банкиров и скажет, как же так? Когда в 2008 году страну затрясло, мы вам из резервного фонда дали 200 миллиардов долларов. Вас спасали. А потом еще Единая Россия им добавила за последние три года 4 триллиона рублей. Давайте примем решение. Вы же обещали, что вы будете инвестировать, создавать рабочие места, поднимать зарплату. Обещали, обещали. Посмотрели, оказывается, они вложили в инвестиции из тех, что дали, меньше 5%. Откуда возьмутся? Рассовали по карманам и перегнали в офшор. Я был уверен, что правоохранительная система займется ворами, которые в 90-е годы спустили страну в сточную каналу. Почти триллион долларов основные фонды продали под диктовку американских ЦРУшников. Их 60 человек сидело у Чубайца. Меньше 5 миллиардов долларов. Сейчас Никита Михалков показывает блестящие программы. За три иномарки продавали корабли, заводы и все остальное. Давайте тут разберемся. Это огромные ресурсы и так далее. Я был уверен, что приглашать офшорников для того, чтобы перегнать деньги и направить на свои цели, им дали два острова. Теперь на этих островах похоронят, спрячут свои деньги и наши, российские. Некому вообще ноги будет платить. Я был уверен, что отток капиталов сократится. Глянул он, двое увеличился после послания президента. Мне казалось, ну на что столько чиновников? Их сейчас в два раза больше, чем в советское время. 6 миллионов. Подожмут по этой строке. Ничего похожего. Ничего. Раздуваются, растут, как все равно саранча на хлебном поле. Я был уверен, что они целевые расходы. Они уже составили 1 триллион 300 миллиардов. Это означает очень паршивое управление и отсутствие элементарного контроля. Никаких мер не приняты и так далее. Но в конце концов есть производство, которым надо заниматься. Наука, образование, здравоохранение. Суда надо вкладывать, чтобы получить, если будут 3,5% темпы, совсем иная картина и на пенсионном фоне будет. А мы бы, смотрите, вокруг 1,5% все крутится. И откуда там возьмется, если не вкладывать? И кадры соответствующие миллионы. И тут стоит. Ну, думал, начнут с детей войны. Это самые заслуженные пенсионеры, самые заслуженные, самые честные, самые добросовестные, самые обездоленные. В деревне, повторяю, 8-9 тысяч пенсии. У них в городе 10, 12, 13, 14 потолок. Мы просили, 5 раз вносили сюда. 140 миллиардов все надо было. У нас только дополнительные доходы уже за 2 триллиона перевалились. Ну что, проголосовали? Не дали. Кашин носился, всех упрашивал. Давайте по стакану молока детям в школе дадим. И по стакану молока не дали, хотя во всех странах нормальных. Я посмотрел, сколько средний чек для того, чтобы в школу собраться, он вырос за год на 23%. Да кто же жертвы? Господин Топилин, в данном случае вы в жертву принесли именно пенсионеров. Вы в жертву принесли российскую государство. Вы в жертву принесли женщин. Вы ничего не сделали для того, чтобы хоть за эти месяцы услышать тот стон, который по стране стоит. Посмотрите все опросы. 91% против. Я к президенту обращаюсь. За вас много отдали голосов. 77%. Но 91% против этой реформы. И те, кто ее протащит, те подрывают вашу стабильность, вашу нормальную работу. Хоронят все ваши пожелания. Если срочно не займемся выполнением послания президента, оно лопнет через полгода. Поэтому нам, думается, надо заняться здесь всерьез. Меня просто поражает. Говорим, Дальний Восток, Север, село. В деревне некоторые живут на эту пенсию всей семьей. Если вы не отнимете, что они там будут делать? Сибирь, Дальний Восток, средний возраст 60-61-62 года. Они почти все в гробу уйдут на свою пенсию. С Дальнего Востока продолжают убегать люди. А там будут главные ветры, главные процессы происходить. Я хочу еще раз ваше обратить внимание. Русский мир сейчас прекрасно показывали, рассказывали. Без русского мира мы не можем существовать здесь. Мы единственная страна, которая, в ходе рыночной оккупации, за 25 лет потеряли 9 миллионов человек. Больше всего русский потеряли. Называю вам, вон сидит, Мазалевский, моя Орловская любимая область, сейчас отмечает 75 лет Орловской-Курской битвы, 150 тысяч потеряла. Владимирская, где заражалась наша государственная, 280 тысяч. Тульская, арсенал оружия, 350 тысяч. Тверская, 380 тысяч. Могу все остальные звать. Я и к националам обращаюсь. Без русского мира, русского языка, русской духовности, русской государственности, эти просторы не могут существовать. Мы недосчитались 31 миллион человек в результате этой политики. 18 миллионов детей, господин Топилин, не родилось. 18. То, что вы принимаете сейчас, еще на 30 лет будет сокращение. Идите на любую свадьбу и спросите. Она вам скажет, оставьте нам бабушку. Чтобы мы выжили и были конкурентны в этом мире, нас надо иметь, нам 200 миллионов человек. Молодой семье надо иметь 3-4 ребенка. И бабушка должна быть директором этого детского сада, этой школы. Иначе не будет ничего. Ниоткуда ничего не возьмется. Идите опрос, посмотрите у молодежи. Треть не связывает свою судьбу с родной стороной. Гляньте, 16-й год, 20 тысяч лучших специалистов сбежало. 17-й год, 42 тысячи. После вашего закона остальные побегут туда. Каким образом решать эту проблему, если не заниматься ей всерьез? Говорят, денег нет. Это самая большая ложь. Почему денег нет? Беру за 5 лет рост пенсионеров. 3 процента. Где у нас эти пенсионники? Страховые износы выросли на 31 процент. У вас нет никакого дефолта. Вы врете просто. Бессовестным образом врете. Понастроили себя дворцов. Вообще вот давно выгнать этот пенсионный фонд, влететь в государственный бюджет, это деньги народа, а не правительства. И распределять их по-честному. 30... Добавьте немножко, я сейчас... Я взял средний возраст, когда выходит на пенсию. В России получится 36 лет. 103 зарплаты по нынешнему закону вносит человек в этот фонд. 8 лет работает и так далее. Но получают 47 зарплат назад. Где 56 зарплат, которые у вас остаются? На это богатеет олигархи. Этим воры занимаются. Куда не делись эти деньги? Поэтому надо наводить элементарный порядок. Кстати, желаете изменить... Председатель, правильный вопрос ставите. Есть другой вариант. В нашей стране есть всегда другой вариант. Мы самая богатая страна. Но вы сделали народ нищим, бедным. И я уверен, что след за тем дефолтом, 20-летие, которым отмечаем, тогда бегали, орали, рынок все решит. А страну спустили в сточную каналу. Сегодня говорят дефолт пенсии. Если по этой линии пойдет решение, то будет следующий политический дефолт. Этого допускать категорически нельзя. С завтрашнего дня вступают новые американские санкции. У нас и рубль поползет, экономика и так далее. Мы не готовы к новым вещам. А если не готовы, тогда идите навстречу гражданам страны. Мы 2 сентября проводим еще российскую акцию. Мы объявили референдум. 52 региона уже заявили и регистрируются. Вместо того, чтобы спокойно с народом посоветоваться и принять умные решения, выходит журналист и говорит, никто не проводил. Ну, гляньте хоть справочники. Проводила Швеция. 57% сказали, не будем повышать. Все согласились. Проводила Швейцария, Эдварды только за последние годы. Проводила Словения, Греция. Это нормальный путь решения проблемы, когда вопрос стоит ребром. Мы считаем, что вполне можно решить эту проблему. 2 сентября и 22-го будет общероссийская акция протеста. Мы считаем, что вполне решаема эта задача. Хотите ее решить? Завтра будет 20 тысяч рублей минимальной пенсии. Средняя зарплата будет 50 тысяч. Фонд будет зарплатный 33 триллиона. Не хватает 10. Завтра отмените НДС, уже 7 будет. Отмените добавленные льхоты сыровякам. Еще 4 будет. Введите прогрессивную шкалу. Примите еще 2-3 решения. И у вас будет денег больше, чем надо. Вполне решаема задача.